Отпуск на смарку. Больше тысячи украинских туристов застряли в аэропортах по всему миру. Из-за действий туроператора и авиаперевозчика люди вынуждены ночевать в залах ожидания. Что происходит, выяснял Данил Снисар. Почти полторы тысячи туристов на этой неделе не смогли вылететь из Туниса. Авиаперевозчик приостановил выполнение рейсов. Причина – туристическая компания задолжала ему 1 миллион долларов. Компания с целью не наращивания данного долга приняла решение приостановить полеты. В результате чего заложником данной ситуации оказались граждане Украины, туристы, которые сейчас находятся в Тунисе. В итоге после переговоров авиакомпания согласилась за свой счет вывозить туристов. Большинство из них уже вернулись в Украину. Завтра несколько чартеров отправятся в Тунис за остальными отдыхающими. А это уже столичный аэропорт. Из-за отсутствия самолетов перевозчику приходится откладывать и переносить рейсы. Люди вынуждены сутками ждать вылета. Сидя на полу с детьми, без еды, воды и каких-либо объяснений. Мы с семьей провели сутки в аэропорте. За это время нам никто никакой информации не давал. Вначале в расписании вообще не было нашего самолета. На звонки ни Джоин Ап не отвечал, ни компания Брауэйрвейс тоже трубку не брали. Самолет в Хургаду должен был вылететь в ночь на 29 июня. Аэропорт меняли несколько раз, говорят пассажиры. Посадка началась на сутки позже, чем было запланировано. Однако лайнер оказался неисправным. В итоге людей на несколько часов оставили прямо у трапа на взлетной полосе. Нас высадили, оставили на взлетной площадке, окружили машинами, военными, полицией. Никуда не пропускали. Дети были голодные, уставшие, так же, как и взрослые. Никто не предоставил ни воду, ни питания. Изрядно понервничать пришлось и клиентам того же туроператора, летевшим в Шар-Мальшеях. Десятки пассажиров и сейчас остаются в Жулянах в надежде улететь. Туроператор Джоин Ап, который изначально должен был вылететь 1 июля в полночь. Потом был перенос на 18.00 на 30 июня. Туристы находились в аэропорту с 16.00 30 июня. Очень много детских местений есть. Также иностранцы, группа порядка 10 человек, египтяне, застряли, потому что они приобрели просто пилеты на этот злосчастный рейс. Связаться с туроператором пытались и мы, но в течение часа в пресс-службе так никто и не ответил. Он недоступен. Заложниками этой ситуации стали более тысячи пассажиров, которые остаются в залах ожидания аэропортов Украины, Туниса, Египта и Грузии. В авиакомпании пообещали не оставить их без внимания. Естественно, задержки продолжают идти, но всем пассажирам будет предложена гостиница, транспорт, еда. Ответственности у нас перед пассажирами нет. У нас есть ответственность перед заказчиком. Заказчик, не выполнив свои финансовые условия, естественно, не может иметь претензий к авиакомпании за невыполнение своих обязательств. А пассажиры действительно имеют прямое отношение к заказчику. То есть они покупали у них турпутевки, они покупали гостиницы, трансферы. Поэтому ответственность это между пассажиром и заказчиком. Юристы же напоминают, туроператор вправе сам без объяснения причин изменить время и место вылета чартерного рейса на протяжении 24 часов от первой даты. В случае его отмены туристическая компания обязана по желанию клиента вернуть всю стоимость путевки. В противном случае необходимо писать заявление в полицию и обращаться в суд.